Смотри, вот мы сюда приехали в чистое поле. Вот мы приехали в чистое поле. А мы сюда приехали в чистое поле. А мангал-то не может сгореть полностью? Ну ладно. Жень, посмотри все-таки. Ага, нормально? Просто ты попутал? Ну ладно. А крыша, потолок может гореть, нет? Ну ладно, ладно, все, все. Сори, сори, сори. А выключите подай-ка, подожди. Брошенный. Я 4 года. 4 года я только отсюда, старый черемошник трактором возил, нанимал трактор вот отсюда, вот с этого места. Вот старые коряги, вот такие стволы, гнилые, разорванные. Трухлявые все. Он возил отсюда, все. Потом мы с ней, ну она как бы фанатка была и, ну, наверное, ее остается. Она меня сюда загнала в палатку, в палатку, загнала в кусты. Ой, как грубо звучит, загнала в палатку. Лето жили в палатке и осваивали этот участок, ну вот кусочком. А, ну да, ну мне просто хотелось где-то ночевать, чтобы не ездить туда-сюда. Вот мы приехали, день поработали, на грядках, копались, а потом лечь и уснуть здесь, вот под деревьями хотелось, на природе. Это да, это я фанатка. Это в палатке, значит. Ну, палатка была, да, ее потом украли у нас. Потом ее украли, потом Александр Семенович, сосед, работал на железной дороге, и там был какой-то ремонт путей, и нужно было железнодорожную будку. Два натрия, она, два натрия, из брусочков. Ее нужно было снести. И вот он мне говорит, если снесешь, увезешь, то она твоя. Вот я эту железнодорожную будку снес, разобрал, увез. Она года два лежала, потому что, ну, не было силы, не было возможности ее собрать. Она лежала, потому что мы тут и огородом занимались, и все. Потом, потом, что-то как-то, каким-то, каким-то образом у меня связалась стрелка с электриками. Уж я уж сейчас точно не помню. Я говорю, да, ребята, да вы что, конечно мне надо сюда, сюда электричество надо протянуть, конечно. Причем давайте сразу уже с запасом, я уже тогда что-то соображал, давайте сразу три фазы сюда кидаем, чтобы все, они говорят, дело было перед Новым годом. А у меня были деньги, собраны на ремонт машины. По тем временам, ну, приличная сумма была. Нет, я капиталку хотел делать полностью, ходовку, двигатель, там, то, то, то. Я пожертвовал этими деньгами, говорю, парни, все, давайте мне электричество сюда, сюда протяните. Вот они поставили все, и сколбы поставили, вот этот столб поставили, все. Потом, ну, всяко-всяко, я покупаю ребенку одну машину, вторую, третью, четвертую, пятую. Я вот эту дорогу, я в нее вбухал, ну, наверное, ну, наверное, эти, как у нас называется, вертушки-то, вертушки-три, наверное, потому что невозможно было вообще ни заехать, ни выехать. Сюда в горы уже, грязь это вся, это все защебенил, дорога сделана. Потом, смотрю, тянул газ, тянул газ, конечно, по какой-то программе, там, какая-то была программа, там, там, то, сё. Я к ним подхожу, я говорю, мужики, вы куда газ-то тянете? Конечно, я говорю, а мне-то нельзя эту веточку-то отпустить. Ха! Ты, кто такой, у тебя в планах нету? Говорю, а как в планах нету? Я же вот в документах-то уже, это же Коняшина. Ну, не вошел. Ну, раз не вошел, значит, не вошел. Я говорю, парни, а как сделать? Ну, как сделать? Вот тебе телефон, вот тебе фирма, которую бабла отвалишь и врежем хоть куда. Хоть через дорогу, хоть выше дороги, хоть чё. И тогда, вот только тогда, что тут появился газ, у меня появилось желание, всё, строится, строится. Всё, с этим газом началась стройка. Я уже понял, что здесь можно жить, что здесь уже можно создать нормальные условия, там, прочее, прочее. Короче, смотри, вот видишь, мы свет за свой счёт провели, дорогу сделали сами за свой счёт, и газ за свой счёт. Как только дом построили, нас сразу таким налогом обложили, как будто нам государство дом построило, понимаешь? Это всё за свой счёт, это за свой счёт. Вообще всё за свой счёт. Всё сделано за свой счёт. Кому я ещё должен? К какому государству я ещё за что должен? Участок у нас куплен, мы его не воровали, не... Какие налоги? То есть мы его купили у соседей. Я согласен платить за свет, я согласен платить за газ. За потребление, да. Мы потребляем эту энергию. Но больше-то, почему... Я какой налог на недвижимость-то должен платить? Вы её мне создавали? Нет, я должен платить. А где логика? А где логика? Вы её мне создавали, эту недвижимость. Я её себе создал для того, чтобы за неё платить? Вы чё? Ну вы чё? Ну вот такая логика. Чего ты хочешь? Ну это же бред собачий, так же не может быть. Налог на землю ты платишь? Да. Конечно. Конечно. Ну земля в собственности у меня. Налоги. Налоги недвижимости тоже может платить. Почему? Объясни. Потому что ты... Это налог на собственность. Раз у тебя в собственности есть недвижимость, ты за неё платишь. А каким способом она у тебя получена? Сам ты её построил, не сам ты её построил, никого не волнует. Это неправильно. Ну что делать? Это неправильно, это справедливо. Значит, в мире справедливости нет. Ну да. Так. Дело в том, что здесь есть много нюансов. Много нюансов здесь есть. Ну скажем, один из них. Вот когда нарезают участки, под строительство, под индивидуальное строительство. Люди заезжают, строятся там, то-то-то-то-то-то-то. Всё, они сделали как бы себе жильё там и прочее, прочее. И потом начинают осаждать администрацию. Вы что, почему у нас дороги не сделаны? Почему у нас там это не проведено? Почему у нас там каналия не работает? Почему там это? И администрация, выпучив глаза, должна им сделать дорогу обязательно, потому что это в закон. Они обязаны, потому что у них там люди живут. Они это обязаны сделать. Люди должны заплатить за это. Люди за это должны заплатить. Они за это платят. Я за что должен платить, когда я сам всё сделал? Ты заплатил уже. Я уже заплатил. А тогда зачем я должен платить налог на это? А налог это совсем другая соцсетия. Налог на недвижимость это другая соцсетия. А благоустройство дорог. Или ты нанимаешь фирму, не ты, а говоришь, как там эти... Не-не-не-не, стоп-стоп. Что значит налог на недвижимость? Что значит налог на недвижимость? Я-то ведь... Я-то ведь... Вот понимаешь, суть-то в чём? Я сам создал эту недвижимость. Я ни у кого ничего не просил. Ни у кого ничего не просил. Я её сам сделал. Почему я на неё должен платить? А вот, кстати, смотри... Я пришёл в магазин, купил рубашку. Не-не-не, погоди, смотри. Это моя рубашка. За неё уже налог заплатил. Вот ты когда... Я за неё заплатил. А налог за неё уже заплатил. С тебя уже не будут требоваться. А когда он стройматериалы покупал, он НДС... Я платил НДС. НДС-то платил. Я платил 28% на каждый кирпич. На каждый... вот в чём дело, да. Я платил за каждый цемент. У него же все стройматериалы, они... У меня всё заплачено. С НДС-ом идёт всё. Причём вот так всё заплачено. Понимаешь? По три раза за цемент. По три раза. Ну, вот скажи, почему я должен за это платить? Ну, почему? Ну, ладно. Ну. А попробуй не заплати. Я всё не понимаю. Да дело в том, что я не понимаю. Не то, что ты. Я просто... Ты приехал из германской страны. У тебя понятия по налогам лучше, чем у меня. Ты лучше понимаешь всё, как, что должно быть. Потому что там Орднунг. Там Орднунг. Там всё расписано. То, 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 то. Алисин Орднунг. Да. А у нас-то ничего не понимаешь. Всё что тебе и откуда прилетит ты. Вообще ничего не понимаешь. Вот ты живёшь и это... Ну, скажем, в таком чувстве... Ну, банальная такая фраза. А у тебя всё схвачено. А у тебя за всё заплачено. А фиг ты угадал. Приходит какое-то письмо. И в этом письмо какая-то цифра. Откуда что взялось? Ничего не понятно. Я согласен, Михаил. Я согласен. У нас, Мария, к другому. Ты платишь налоги. За всё. Ты платишь за всё налоги. Ну, за всё-то получено налоги. Ну, понятно. Я понимаю. Сама страна живёт за счёт налогов. Так, любая страна за счёт этого живёт. Но потом, год прошёл, начало года началось, и ты можешь это апштейровать. Вот что ты идёшь к этому в налоговую инспекцию, нанимаешь там какого-то такого-нибудь там, ну, как юриста, или что. Приносишь все документы, что ты знал от расходового. И сколько ты налога заплатил. То есть у вас так же, без юриста там не разобраться. Ну, там не юрист, там налоговый инспектор. Ну, типа консультант, который тебе... И он потом перерасчёт делает, всё, подаёт эти документы в налоговую инспекцию, и налоговая инспекция тебе или возвращает деньги, или ты должен оплачивать. Но у нас же такое тоже есть. Если ты строил дом, то 260, что ли, тысяч тебе могут вернуть. Но ты же не подавал. Ты не подавал никуда, в налоговую. А почему? А сейчас уже прошло время. Уже всё. И вот я этим пользуюсь каждый год. Надо было подавать, нам хоть сколько это вернули бы. Я получаю, ну скажу, так. Налоговый учитель. Где-то налоговый учитель, там по НДС какие-то есть вычеты, ещё какие-то вычеты. То есть надо всё доказать, это на все бумаги собирать каждый год, в течение года. И потом идёшь, они делают перерасчёт. Вот, например, Людмила, она послает соблазона на учёбу в университете. Не волнуйся. Ну, где-то 400 франок. Это всё вычеты. Учёбу есть компенсация, да, да, есть. Но она отсылает и клетки собирает, что она переслала. И мы идём, когда это делаем, ну, его нужно делать, потому что там потом проблему, если не сделать, что он. Вот я делаю вот этот, как этот, ваш налоговый? Декларацию. Декларацию, вот, декларацию. Декларацию. Вот, делай декларацию, и все, все бумажки складываешь там, подаёшь. В прошлом месяце, нам, году, полторы тысячи, в прошлом году, полторы тысячи, я думаю. А в этом году мы забыли Людмилу, ну, как, не заплатили её, а год проработала, а не заплатила. У нас пришло, три тысячи надо заплатить теперь. Ну, вот это вот такая система. Я считаю, это правильная система. И хоть каким-то бизнесом занимался, хоть... Не, ну, Валерий, я согласен, что вот эта система правильная. Что есть чутко выстроенная система налогообложения, да, есть чутко выстроенная система там, там, и того, и того, и того. Но здесь-то, здесь-то, изначально-то, изначально-то... А может, вы не хотите принимать эту систему? Я не хочу принимать, я не хочу её принимать как за основу, потому что во мне горит, пылает ярким огнём чувство справедливости. Чувство справедливости. Ну, как, ну, как? Я сделал свет, провёл, я провёл дорогу. Я муниципальному этому, этому муниципальному образованию под названием Каненко, я сделал... Сколько тут? Ты сделал четыре улицы, ты не забывай об этом. Он щебёнкой защебенил четыре улицы. Защебенил четыре улицы. И электричество на четыре улицы провёл света. Три. Можно теперь её? И три улицы газа. Только неправильно пойми, а? Наоборот, правильно пойми. Правильно пойми. Ты строишь дом. Ну? Ты построил его. Перед тем, как строить дом, ты не начнёшь строить дом, пока архитектор не подпишет. Потом, как ты имеешь право дом строить. А это при чём? А при чём здесь деньги? Всё, не надо, я. Давай я ещё... Да, номер, давай. Чтобы... Архитектор всё проверил, всё подтвердил, всё заказал. Это придёт сюда, это придёт сюда, это сюда. И уже бабки выкидываешь. У нас совершенно не так всё. Я тебе хочу сказать. Ну, подожди, дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Ты начал дом строить. Вот ты строишь дом, сосед дом строит, другой строит, третий. Вот улица собралась. Одна улица. Теперь вот как у вас в следующем теме. Телевизор. Чё такое? Телевизор, чё да? Дух. Это служба, вот это район, или карта, или карта. Здесь надо дорогу строить. И они вас не спрашивают, какую дорогу они строят. Такую дорогу, чтобы это было, входило в пейзаж, ну вот, ты не имеешь права дерево посадиться. Ты там не имеешь права дерево посадить. Ты идёшь к зелёным и спрашиваешь, такое дерево и где мне посадить. А они тебе говорят, вот такое дерево, вот только там можно посадить. Ты хозяин участка, но ты не имеешь права, ну, как, деревья, например, садить, где попало. ну, не имеешь права. Бедняжки вы? Бедняжки. Вот так вот. А мы садим везде, где любили. Мы у нас сделаем дорогу, дорогу, готова, красиво, всё отлично. И потом, каждому, они поделили на всех, счётчик, каждому принесли, принесли, счета, да, и каждый плод. канализация. Ну, ты не имеешь, не имеешь права сам канализацию куда-то захотел вывезти. Не имеешь права. Государство там делать. Но у нас-то государству пофиг, куда мы что вывели. Не, ну, общие это законы есть. Там, три метра от забора, там, и прочее. Эту канализацию до этого где вот эти все вот это давно это всё перерабатывается, там, не один запускается челюсть. А здесь что ты делаешь? И тебе плоди, да, да, да. И тебе ты вот счёт канализацию. И ты плодишь. Да, говно. И ты плодишь. А и газ. То есть я за всё начинаю это обдирать и обдирать государство. Но государство там для тебя сделало. Ну да, я знаю. Оно для тебя сделало. Ну да, так. И оно имеет право вернуть деньги, которые оно вложило. Правильно? Да, оно обязано вернуть. Оно обязано вернуть. Да, иначе оно умрёт. Твой выбор с собственным домом не хочет, собственно, живи в этом квартире, как это называется? Ну, как, ну, съём, 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 съём. Ну, живи там. Ну, правильно? Иначе оно умрёт. А у нас? И пошёл, Николай, и потом пошёл. Налоги. Конечно, дешевле, намного дешевле, чем съёмность машины. Намного дешевле. Налог на землю, налог на недвижимость, там ещё какой-то... Ну, коммунальная, конечно, вода, канализация, тепло. И здесь тоже самое. Газ подведённость, когда сплотишь воду, вот, если стоит там, кубометр воды там, ну, я не знаю, сколько вы, 70 центов, что ли, кубометр воды. А канализация от стоимости воды. 70% от стоимости воды. Вот ещё и до всего канализации, которые ходят. Ну, вот, вот, всё это, всё плотишь. Ну, какой-то, да, перед сону, что... Если они экономят, то... Поэтому, мы на всём экономим. Каждая мелочь, вот такая вот, как Люда приехала, она мылась в душу, включила воду, шумит и шумит, и шумит. Я думаю, что мы там делаем-то вообще? Я просто... Извёлся вечером, блядь! Извёлся вечером, блядь! Ну, каждый день мысль, Михаил, ну, как же, здесь мысль? Ну, да, михаил. Она... Она там незаметно водили. А сзадок? Это вот такая сумма налетает. Ну, да, понятно. Ну, сзади её. Вот, она не знала, я сказал, стирать бельё, это машинка, посуду мою, после 7. Энерги там, бешёвок после 7. Электринерги. Ну, понятно. Рабочие? Рабочие останавливаются. Рабочие, наверное. Ну, почти в 2 раза. Ну, как выводит? Вот, ты год простирал, год к этой машинке посуду мою проформировался, вот, считай, ты хочешь не просто, как если после 7? Ну, у нас, по-моему, после 11. Нет, у нас после 7. Что-то у нас ночное время, вот это, ну, да, там меньше в 2 раза тариф. Да, да, да. Или платить за эту стиральную машинку, посуду мою, или за год, или за полгода. Ну, тоже вот. Да, да, да. Это всё правильно. Я согласна. Я всё перевожу на сигареты. Сколько сигарет, много, что ли. Ну, это, вот такие примеры, простые. Вот, всё. Теперь ты говоришь. Всё с точностью до наоборот. Допустим, вот, ты хочешь построить дом, у тебя есть участок, да, ты приехал, этот, во власти, и тебе черкнули бумажку, разрешение на строительство, и карандашом поставили дом. Ну, карандашом. По твоему участку поставили дом. Я в кабинете сказал, что это можно. Ты приехал, эту бумажку, я хочу построить здесь, и буду строить. И всё. Ну, что, с тебя потом штраф возьмут за неправильное? Муниципальная. Как ещё раз? Муниципальная. Му-ни-ци-паль-ная. 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 Му-ни-ци-паль-ная служба, вот там, они придут, и тебе до миллиметра варьет кошки, натянут нитку, ну, это, леска, как, ну, шпагат такой. и вот, с этого района, ты не имеешь права вылететь. Только вот здесь, ты имеешь право, а не дверь. вот, начало дома, конец дома, и глубина, ширина. Всё. Ты не можешь вылететь сюда. это, как мы, с мамочкой, ну, что, где будем строить-то? Давай, троих выберем. Я хочу в 12 на 16. Нет, в 18 на 15. 18 на 15. Он офиген. Я увидел. Ну, это же было в горячке, это неофитство. Мне, мне такое, такое, мне не построить. что? Выбрали. Сами выбрали. Мы, более того, сами здесь сделали проект улиц. Сами. Проект газификации. Сами. Вот, сами. И сами называли улицы. Сами, понимаешь? Отсет крыши сами выбрали? Да. это я выбирал. Я признаю только такой цвет. Вот еще, Герман, ты не можешь цвет крыши выбрать. Там же черепица. архитектурный стиль. А в каменке у нас, какая красота. Ой, нет, в кулаково-то. Там зеленые крыши, голубые, красивые. И нам нравится, такое все разноцветное. Таня, у нас это называется русский генегрид. Ну и что зато красиво, смешно, цвета разные. Смешно, когда устроилась, они просто захотят, ну подешевле это черная черепица. А все, а им не разрешили черную черепицу, только красную. черная была черепица что ли? Ну темная, наверное, какая-то, да? Ну, когда, когда черепа. А вот все, она не подходит как-то в интерьер. А, ну правильно, иди там у всех красные. И все, и вот только красная, она дороже. Вот, вот, блин. Ну и пришлось ему красную брать. Вот так вот, что-то. Вот у меня была бабушка. Это твоя бабушка была. Моя бабушка была старая православная церковница. И она жила в царские времена, и она говорила, мы жили хорошо. Да? А я, а я, а я, ну что, в царской России была, она в царской, она, и она говорила, мы жили хорошо. Царь же все платил. Нет, подожди, 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 был один момент, один, который я на всю жизнь запомнил, она говорит, у нас был один налог, государь, ну или так, да, например, вот, и все. вы мне, вы мне, балбесу, который что-то там делает, который что-то, дайте мне один государьев налог в год. Они тебе и дадут его 80% от прибыли, от твоей. дайте мне его, чтобы я пони, ну, знают, какая у меня там зарплата, какая там что, дайте мне один налог. Я пришел этот налог, не, не, не развалите эту бюрократию, там, с этими НДСами, не развалите этих юристов, чиновников, которые должны заполнять эти декларации, не разводите вы ничего, уберите эту все комарилию, всю разгоните нахер. Государство, приди ко мне и скажи, ты живешь в государстве, нас не волнует, сам ты построил дом, не сам ты построил дом, ты живешь в этом государстве, заплати вот такой налог. Все. Ну почему раньше-то это было? Ведь это не придумано мной, это было. Я и говорил, я не знаю, как это было. Царская Россия, в 17-м году, в 16-м, в 14-м году, это самая сильная страна, и все жили, доволен, пока опять не нашелся какой-то Ленин. Надо было, надо порыться, ну порыться, когда рыться, Вовку попрошу в исторических документах, система царского налогообложения. Вот как ты сказал, да? Ну бабушка моя говорила, она говорит, у нас был один налог, государев, крестьяне, государев, и все. А я говорю, а как это было, приезжал этот, приезжал, который человек, который собирал налоги, и он же зараза, он же был некоррупционер, он же и себе деньги в карман не прятал, он же не мог, он же не мог я не в карман запрятать, он у людей брал деньги и отдавал в казну, под подростки, крестьяне налог не платили. Крестьяне налог не платили. Ну я не знаю, вот эти тонкости, я не знаю, это вот надо к Вове обращаться, он может знает. Вова, а в царское время какая была система налоговложения? Баршая, ужасная, которая приводила народ к нищетям. Барщиный оброк? Нет! Какая тебе барщиная оброк? Какая барщиная оброк? Это уже после крепостного права, Вова! Ну, ты чё? Вот и крепостного права, всё ещё хуже было. Ну, конечно, не ври. У меня бабушка, у меня бабушка, моя баба Дуся, моя родная. Она жила при царях? Да. Долго? Ну, достаточно долго. И чё, как она? Ну, так она говорила, что они жили хорошо, во-первых, а во-вторых, она говорила, А их за это и раскулачили потом? Она говорила, что у них был только один налог, налог государев. Государев. Всё. Никаких больше налогов не было. Что? Это, может, было Сибири, где были... Сибири. 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 Святое место. А крепостные крестьяне платили выкупные платежи. За ту землю, которую они получили, выходя из крепостного статуса, они должны были в течение 49 лет, до 1911 года, по-моему, платить налог. То есть, по сути дела, они получили личную свободу. Нет, так, Вова, поэтому и 49 лет, чтобы понемножку платить. Не сразу огромную сумму. Нет, это чтобы вымер батя этого крестьянина, и чтобы даже сынок ещё оставался должен за эту землю. Да ну тебя нафиг. Нет, на 49 лет, это чтобы меньше налоги, меньше платёж был. Тогда Россия умерла просто. Она была у нас в 90% крестьянской, конечно. Потому что она была крестьянской. Крестьян бы не было. Сельскохозяйственной. Чего? А крестьян бы не было тогда. Ты чё? В смысле крестьян бы не было? Молодец. Может, производство было бы не умерло? А до чего было бы не умерло? А задавили бы всех. Кто? Государство кто? Ка. Ну, значит, не такой страшный был этот налог, раз все выжили. Сельскохозяйственной налогами. Значит, не так душило, разжили и кормили. И ещё и кулаки потом образовались. И кулаки ещё образовались потом. Кулаки образовались на деревне примерно как раз и тогда, когда выявились предприимчивые крестьяне, которые своих же односельчан облапошивали. Не облапошивали? А заставляли их работать. Конечно. Это не зажиточный крестьянин, который сам трудится. Зажиточный крестьянин это просто зажиточный крестьянин. Середняк. Кулак, почему мироедом там называли кулака? Кулак это сельский ростовщик, который немножко даёт долг беднякам, а потом, по сути дела, загоняет их в кабалу, вот как кредитное рабство сейчас. Ну, только сейчас этим занимаются банки. А тогда такой вопрос, откуда он взял начальный капитал? Откуда этот ростовщик, зажиточный крестьянин, взял начальника капитала? Ну, откуда угодно. Украл, убил, своровал. Нет, ну это нет. Ну, это никак. Сколько-то сам наработал, а дальше пошёл в ростовщик. Я-то и говорю, что это всё заработано самими. Нет, всё заработано. Всё момент, пока не стало невероятным, может, и заработано, а дальше, если решил, какой-то поскучит. Ну, это же не каждый кулак такой. Ну, это же не каждый кулак. Твоего прадеда раскулачили из-за чего? Булка хрустом. Твоего прадеда за что раскулачили? Булка хрусты, слабаки. За то, что у него была кузница. Вот прямо рассказываю, да? Да, у тебя в 17-м. У него была кузница. Ах, ты такой сякой, ты капиталист на деревне. Раскулачить. Хорошо раскулачили. А в кузнице работать некому. Он один кузнец, и больше никто не умеет кузничить. И они что делают? Его нанимают кузнецом в эту раскулаченную кузницу. Ну, это же... Это вообще театр абсурда. А раскулачили, тулуп забрали. Да два мешка махорки с чердака. Почему Россия кидается с одной экрана в другую? Потом опять в другую краник. Это надо не меня спрашивать. Это у тех, кто страной у меня спрашивает. Кто все эти реформы придумывал дурацкие.